Подушевое финансирование внедрят в Алматы с нового учебного года. Дополнительная денежная поддержка позволит закупить необходимое оборудование, создать лаборатории, установить Wi-Fi, противопожарные сигнализации. В общем, все, что необходимо для комфорта и безопасности учащихся. При образовательных учреждениях откроют бесплатные кружки. Такими грандиозными планами поделилась глава управления образования. Вместе с тем в мегаполисе будут решать проблемы поборов и нехватки книг. О перспективах развития городской сферы образования расскажет Алтеншаш Смогулова. До начала учебного года чуть больше недели. Родители закупают школьные принадлежности и подумывают над приобретением тех же учебников. Говорят, что в некоторых школах уже начали выдавать книги, но хватает их далеко не всем. А это, как ни крутит, дополнительная нагрузка на семейный бюджет. Несколько таких обращений от горожан поступило на WhatsApp-номер программы Акимат Лайф. Хотела бы задать вопрос руководству управления образования. До начала учебного года осталось 10 дней, а в школе не хватает учебников для второго класса. Из четырех классов полный набор получил только один класс. Как быть родителем? Ведь комплект учебников стоит около 20 тысяч тенге, а школа закупать новые учебники не собирается. Однако взволнованных родителей поспешил успокоить главный педагог Алматы. По словам Гульнар Ходжибергенова, нехватка могла возникнуть из-за предварительных расчетов, поскольку учебники закупают на определенное количество детей, зарегистрированных в школах. Однако число учащихся к сентябрю увеличилось. Но поводов для беспокойства нет, отметила глава управления. Бесплатных книг хватит всем. Нужно лишь немного подождать. Если в этой школе не хватает учебников, у нас есть другие школы, у нас есть другие районы, у нас целый город, мы внутри города можем обмен сделать. Поэтому проблем с учебниками не должно быть. В этом году только на приобретение учебников городской Акимат выделил 3,7 миллиарда тенге. Мы на такую сумму закупили учебник, сейчас уже доставка завершилась, уже началась выдача. Еще один вопрос детский досуг. По поручению Акима развитию детей будут уделять особое внимание. На Рызбайском и Алатауском районах откроют дома школьников, по городу построят и спортивные площадки. С переходом школ на подушевое финансирование предусмотрят и бесплатные кружки. Уже с этого учебного года. Третье поручение, которое давал Аким на августовском форуме, это всем директорам государственных школ поручил, чтобы при переходе на подушевое финансирование, что предусмотрели организацию бесплатных кружков именно для детей из малообеспеченных многодетных семей. И с 1 сентября все наши школы городские, государственные, переходят на подушевое финансирование. Поборы в школах тоже очень беспокоят алматинцев. С этим вопросом жители обратились в программу Акиматлайф. Насколько законам с доимства или все же деньги нужно сдавать из-за недостатка финансирования учебных заведений? Однако ответ руководителя управления образования был однозначным. Средств на все хватает. И платить родителям ни под каким предлогом не нужно. В 2018 году только выделено 1,9 миллиардов тенге на приобретение мультимедийного оборудования. В этом году мы сейчас приобретаем 2000 моноблоков, 56 кабинетов робототехники, 1000 комплектов школьной мебели. Это тоже миллиардные суммы. В управлении образования отметили, что все обращения или же волнующие вопросы горожане могут адресовать на их аккаунты в соцсетях или же писать в опын Алматы. Все рассмотрят, а главное примут меры. Алтыншаш Смогулова, телеканал Алматы.